всем привет с вами подкаст хочу в геймдев и его ведущие я вячеслав уточкин директор образовательных программ игровой индустрии в центре развития компетенции в бизнес-информатике высшей школы бизнеса в ше где уже семь лет мы учим людей созданию игр и ближайший курс начинается в ноябре этого года туда уже можно записываться можно записываться на день открытых дверей который состоится в конце августа все ссылки в описании подкаста с нами константин сахнов научный руководитель наших образовательных программ игровой продюсер с 15-летним опытом и наш главный преподаватель костя привет слава привет привет друзья и сегодняшний наш выпуск мы посвятим новой профессии которую еще не раскрывали в нашем подкасте профессия очень творческая эта профессия концепт-художник концепт-артист и у нас сегодня много гостей и каждый из них со своей стороны расскажет а что же это такая за профессия и так с нами сегодня валентина губина ведущий художник компьютерной графики как раз концепт-артист в от студии валентина привет привет да собственно я действительно концепт-художник помимо всего занимаюсь не только 2d графикой но еще и 3d активно их переплетаю между собой стараюсь как-то объединять в общем вот здорово спасибо валентина у нас сегодня тебе будет много вопросов а с нами егор грищенко game garden генеральный продюсер егор тот человек который нанимает как раз концепт-художников и принимает их работу егор привет всем привет да действительно это нелегкая задача найти достойного художника который полностью воплотит задумку и фокус проекта в жизнь найти концепт-художника это реально непросто есть много подводных камней да и вообще понимание профессии концепт-художника в генеде очень расплывчатая поэтому много есть кейсов про которые хотелось бы сегодня поговорить действительно опыта в этом процессе много сегодня как раз про это и поговорим с нами дмитрий светлов руководитель студии от метр человек с прекрасным творческим вкусом который тоже нанимает много концепт-художников и наш традиционный гостья дмитрий с нами часто на многих подкастах рассказывает про разные профессии и вот как раз когда есть какие-то концепт арты а часто как раз диме иду посоветоваться как ему нравится не нравится и что можно улучшить дима привет привет да это правда вот и с нами валерия зиновина руководитель художник в инди студии зен геймс человек который как раз сам от руки рисует игру и концепт арты для нее именно с точки зрения инди разработчика потому что я думаю многие кто нас слушает как раз являются инди и мы как раз сегодня в нашем подкасте послушаем в том числе и взгляд со стороны инди художника валерия привет привет да действительно занимаюсь очень разными вещами в инди студии это специфика конечно работа в инди студии когда-то решается жнец нужно руководить и художничать и я в своем лице соединяю и концепт арты и 2d графику и в общем-то сама себе еще и арт-директор в этой компании очень приятно работать но иногда непросто да а еще валерия как раз у нас вот только завершила 14 поток программы менеджмент игровых проектов и вот скоро игра которую у нас команды делала на программе будет запущена ссылка на игру тоже в описании подкаста добавляйте виш-листы давайте поддерживать друг друга и иди разработчиков и что ж и давайте наверное начнем с того что поговорим что это вообще за профессия такая концепт артисты какие задачи решаются на в этой должности этими людьми и вот егор ты как раз говорил что там это достаточно многогранная вещь потому что есть там и там концепт просто концепт артист есть там концепт артист конкретно для окружения есть концепт художник конкретно персонажи и очень много разных вот таких вот понятий концепт художника можешь как-то структурно детально рассказать что это такое ну давайте каких-то общих размышлений на эту тему накидаю вы уж как бы решите насколько они структурированы дело в том что изначальный концепт художник всеми воспринимается как человек который делает только концепты и вот там потом по его идеям и образом который выраженный может быть исключительно в скетче каком-то незавершенном уже значит художественные негры доделывают все там делают всю тяжелую работу раскрашивают не знаю там готовят к интеграции в игру такое возможно такие концепт художники действительно существуют но скорее всего в зарубежных студиях в которых штат просто крупнее есть возможность держать на ледовых позициях исключительно концепт художников либо просто да в крупных компаниях российских в том числе где есть возможность человека целиком изолированно поместить на эту позицию и сказать все ты больше не занимаешься ничем кроме концептирования вот но по моей практике по моему опыту даже самые прожженные концептеры в какой-то момент хотят попробовать что-то другое как-то развиваться находить какие-то новые точки приложения своего творческого таланта и там например из концепт художников по персонажам действительно могут уйти в окружение в предметку такое редко бывает потому что в основном все художники очень любят персонажей рисовать это такое не знаю 80 процентов художников которых вы встретите на рынке они будут говорить что вообще-то хотят развиваться в рисование персонажей это не удивительно это самое интересное что может быть для художников но в реальной практике мы сталкиваемся с тем что идея приходит от из какого-то источника типа гейм дизайнеров продюсеров безумного инвестора который хочет чтобы обязательно вот были орки с вот такими рогами у него в игре значит такое тоже бывает и тогда у концепт художника на самом деле очень утилитарная функция ему нужно по понятному достаточно хорошо если понятному достаточно краткому описанию очень в узком коридоре творческом работы воплотить то что хочет кто-то другой то есть когда человек думает про себя как про концепт художника я буду создавать концепт у меня будут появляться какие-то образы я буду воплощать когда человек сталкивается с реальностью оказывается что не его образы воплощаются а образы заказчика условно поэтому встретить концепт художника которому обратились с тем что знаешь вот у нас есть игра у нас от нее есть только ощущение здесь должен своим каким-то творческим порывам найти рассказать как будут выглядеть как каким визуальным языком будет подано персонаж локация или предмет да такое является большой редкостью для для рынка особенно для рынка мобильного и утилитара то есть в индии сфере безусловно это возможно там возможно в принципе все вот но когда мы говорим про сильно коммерческую разработку а самая сильная коммерческая разработка у нас мобильная то концепт художник в мобильном продукте это человек который получает описание и делает первый первый как бы первый трай первый подход к снаряду по реализации некоторого визуального образа чего угодно вот и после того как этот первый проход сделан возможно этот же художник этот же концептер период идет его там финалить идет его нарезать и готовить к анимации превращается в линейного художника вот пять минут назад был концепт художником потом стал линейным художником потом стал техническим художником поинтегрировал там то что порисовал в игру вот ну то есть у него такой 30 процентов концепт художника есть да в чистых незамутненных стопроцентных концепт художников вырастают люди через 3-5 лет в в каких-то стабильных студиях в которых они работали на там проекте на котором все уже достаточно понятно то есть если если ситуация стабильная если постоянно идет там рост скилла и самый сильный художник в команде который не хочет при этом быть арт лидом может стать концепт художником вот 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 такая вот история то есть концепт художником не может быть джун очевидно концепт художник это человек который достаточно много уже повидал и прошел и то вот станет он концепт художником но будет он на 30 на 40 процентов концепт художником на 50 вот стопроцентный концепт художников очень сложно найти и вообще таких позиций на рынке очень мало когда человек только образами занимается и потом вообще никак не включен в в работу там по финализации этих образов по интеграции их в продукт непосредственный да такое возможно на крупных мморпг проектах где там под 300 человек команда и действительно нужно 50 орков в день рисовать там такой конвейер разделения труда да кто-то только концепты делает вот потом их только красит кто-то дальше их только нарезает такое возможно но там тоже работа концепт художника больше сводится к техническим нужно готовить много 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 концептов вот наверное только на самом высоком уровне там где-то близко к трипл эй проектом кино появляются те люди которых мы представляем когда говорим им словосочетание концепт художник вот они сидят и у них большие мудборды перед глазами перед глазами раскрыты они набирают деталей из разных продуктов чтобы собрать один образ финальный какого нибудь кратос а вот в остальных случаях все гораздо более прозаично и прикладно по крайней мере в моей практике спасибо Егор давай посмотрим как это бывает в разных студиях Валентина расскажи а как вот у вас устроена работа концепт художника в компании чем 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 этот человек занимается ну в целом концепт художник ну и сам по себе это тот специалист который я думаю способен разработать какое-то первое визуальное представление истории для ролика либо для игры вот и уже эти готовые художественные решения они становятся какой-то отправной точкой для разработки всего визуала конечно помимо концепт арта и я и другие специалисты нашей студии они как сказать также развивают себе навыки дженералиста потому что я например как я уже говорила не только 2d художник но я еще и 3d художник я активно работаю в анрил энджин также у меня есть навыки анимации есть навыки создания моделей и скульптинга вот в общем то все эти художественные истории как я и говорила я стараюсь объединять и в целом это довольно удобно когда да ты не привязан непосредственно там к плоскому вот этому изображению 2d шнему ты можешь все ресурсы направить на то чтобы достичь какой-то идеи эту идею самое главное обсудить но я думаю мы это в дальнейшем уже обсудим я считаю что без диалога никак и в целом это хорошее развитие для любой идеи то что ты можешь какие-то свои мысли наработки вот образы которые ты придумал как вот и говорилось ты можешь их обсудить и вместе прийти к чему-то новому так что да я прям полностью поддерживаю что сложно найти того специалиста который исключительно занимается 2d все-таки задач очень много и ну вот в небольших студиях особенно и часто приходится совмещать какие-то вещи я думаю что это наоборот только даже хорошо для специалиста что в дальнейшем он сможет выбрать и ну что ему близко и также развить какие-то новые навыки которые ему пригодятся в будущем спасибо а вот я знаю твоя игра индика ссылка на нее в описании подкаста она очень сильно завязана на визуальную часть я помню у тебя в офисе прям целая стена концепт артов по твоей игре как они только начинались расскажи как у вас устроена работа концепт художника ну это интересный вопрос потому что у нас в принципе нету сейчас в компании позиции концепт художника то есть нет человека у которого была вот такая должность это с одной стороны да что может удивительно прозвучит а с другой надо вот действительно понимать что мы студия которая вышла вообще из студии графики и у нас большая часть людей это люди которые могли бы работать концепт художника потому что это люди очень хорошо рисующие с очень хорошими вкусами и в первую очередь наверное так получилось что я сам тоже же архитектор и тоже художник и вот у меня ощущение что многие этапы которые требуют прохождения через художников в нашем случае они немножко как-то съелись потому что и у меня с самого начала как у руководителя текущего проекта да у хранителя видения того как это оно уже все в голове сложилось и я сам что-то рисовал и эскизировал и в нашем случае концерт художники не столько были нужны чтобы найти какой-то правильный стиль и визуальный язык сколько наверное попытаться уловить то что придумал уже я и на каком-то начальном этапе мне было важно вот свои идеи сформулировать в виде вот тех вот рисунков которые ты видел да у нас вещачь на стене поэтому я обратился к двум художникам разным чтобы они нам порядка там сорока прям на бумаге нарисовали эскизов к миру к персонажам ко всему вот и целью этого было именно вот зафиксировать это наше видение после этого соответственно они дельно поработали к ним больше не обращались и сейчас вот у нас есть я и есть наш арт-директор который наверное в большинстве случаев выполняет роль концепт-артиста вот хорошо то есть мы с вами поняли что профессия концепт-художника она ну достаточно не часто встречается в компании как таковая особенно в небольших компаниях как таковая что это конкретно только концепт концептами человек занимается и больше ничего не делает это ну вообще это больше как 2d ну 2d или 3d художник и совмещение всего этого в небольших студиях ну и конечно там в студиях как blizzard это конкретно там концепт-художник конкретно какой-нибудь отдельной игры например вот сейчас я вижу есть вакансия в оверботч второй ищется концепт-артист что нужно знать и уметь для того чтобы ну чтобы пойти на профессию концепт-артиста какие с одной стороны какие хард-скиллы нужны с другой стороны какие софт-скиллы как ну вот может дим ты как раз когда искал людей которые рисовали концепт-арты что что ты ждешь от людей которые будут концепт-арты рисовать ну тут мне кажется частично возможно этот вопрос был уже отвечен да потому что во первых это очень зависит от того что это за концепт-художника если компания большая она делает там какую-то игру с большим количеством персонажей то это может действительно художник концепт-чисто по персонажам и это одни требования и одни критерии отбора да если это как в нашем случае концепт-художник который он же арт-директор и хранитель видення всего проекта то это сошел какие-то невероятные требования Да, это просто человек должен быть с фантастическим вкусом, в первую очередь, это должен человек в нашем случае, который отлично знает 3D, который отлично рисует, который отлично знает pipeline, потому что в нашем случае, например, опять же говоря о нашем арт-директоре, он следит за всеми 3D-шниками, за всеми левел-артистами, он должен иметь возможность каждому подойти, объяснить, что там человек и так делает, и уже там в последнюю очередь взять планшет и там прессовать поверх модельки и прочее. Если говорить о требованиях, как бы я искал арт-директора, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что искал арт-директора, я уже переключился, концепт-артист. Ну да, это все-таки да, но арт-директор это одни требования, концепт-артист помягче. Они у меня так в голове сливаются просто. Но на самом деле, действительно, если мы говорим про небольшие студии, то концепт-артист это суперважный человек, потому что это человек тот, который определяет направление и стиль вообще проекта. Еще неважно, могу сказать сразу, это неважно образование и опыт. Потому что вот мы сейчас взяли не так давно нового художника, это человеку 20 лет, вообще без какого-то образования. Я просто увидел его портфолио и понял, что да, нам нужен этот человек. При этом приходили люди с какими-то невероятными образованиями, с огромным опытом, которые ничего подавно показать не могли. Ну, то есть, в первую очередь, самое главное, что вообще нужно от человека, это конкретно портфолио, и чтобы оно было в едином видении с тем, что есть у руководителя студии. Абсолютно, да. И надо просто попадать туда, куда ты хочешь попасть. Потому что можно иметь гениальные вещи, но шин не в том, в телекад. Хорошо, да. Ну, портфолио понятно. А чем-то еще нужно? На что-нибудь еще смотришь? Ну, концепт-артист все-таки должен быть многосторонним человеком. Особенно в инди-студии. То есть, недостаточно, наверное, просто говорить, что я вот умею рисовать на подшипе, и все. В нашем случае это точно не проканает. Все-таки надо знать и 3D-пакет какой-нибудь, блендер, и в случае чего умеете текстуры порисовать, и много-много чего еще. То есть, такая многосторонность. Хорошо, спасибо, Дим. Валентина, а вот у вас, вы когда нанимаете концепт художников, какие требования главные у вас? Что должен, какие основные качества и какие хард-скиллы должны быть? Я думаю, ну, я бы это разделила, в принципе, про то, какие нужны навыки непосредственно в умении рисовать. И на софт-скиллы, да, как мы говорили раньше. Если говорить про какие-то личностные такие характеристики, мне кажется, самое главное, чтобы человек мог генерить идеи. И если эти идеи заканчиваются, то какими-то путями находить их и, ну, собственно, предлагать. Потому что, ну, без идей какое-то дальнейшее продвижение по разработке, мне кажется, довольно сложным. Вот, помимо этого, я бы, наверное, еще выделила готовность к комментариям. То есть все работают в команде, и нужно учитывать, что у других людей, которые будут там смотреть результат, они могут дать комментарии, которые не совсем подходят, но некоторые из них можно принять и тоже доработать таким образом, чтобы концепт, который ты развиваешь, который ты разрабатываешь, чтобы он стал еще интереснее, еще красочнее. В общем, только к положительным каким-то изменениям, мне кажется, это может привести. Нужно к этому относиться спокойно. Не все нужно слушать, но принимать точно. По поводу вот любознательности и какой-то тяги к изучению, это правда, как раз таки, если ты можешь и у тебя есть интерес к другим 3D-пакетам, 2D-пакетам, это все только плюс, это только пойдет в какие-то навыки в дальнейшем, как сказать, более, наверное, широкое применение можно им применить, как бы это ни звучало. И концепты, которые ты будешь создавать, они станут только круче. Ну и, наверное, самое главное из таких софт-скиллов – это уверенность в том, что твоя идея – это класс, без чрезмерного такого отношения, наверное, но все-таки круто, когда действительно есть идеи, которые тебе говорят, что нужно там создать какого-нибудь орка, а у тебя есть видение, что этого орка можно сделать прям вообще необычным и очень крутым и попробовать какие-то свои взгляды также изложить, попробовать продать свою идею. Это не всегда может получиться, но, опять же, это все постоянное движение, которое только улучшает изначальный замысел какой-то. Ну, если говорить про навыки, которые нужны художнику, это, ну, я бы выделила какие-то базовые вещи, это понимание композиции, композиции кадра, очень много книг на эту тему есть, там, разборов фильмов – это всегда только плюс для художника. Понимание анатомии в каком-либо виде – это не всегда может пригодиться, если ты, например, художник, который занят исключительно разработкой окружения, либо пропсов, но, тем не менее, оно точно пригодится в какой-то момент жизни, раз уж мы говорим, что генерализм и всесторонняя такая развитость – это наше все. цвет, свет, как это все работает в, опять же, кинематографе, играх, как это может привлечь зрителя, какие ощущения у зрителя могут возникнуть, когда он там посмотрит на того или иного персонажа или окажется в различных локациях. То есть нужно научиться управлять вниманием зрителя. Ну и, конечно, я бы, наверное, так сказала, что в нашей практике не всегда бывает круто, когда человек чисто офигенно рисует. То есть у него прям суперскиллы, он иллюстратор из него просто восхитительный. Но иногда все-таки нужно, даже если ты будешь хуже рисовать, но будет предложен такой подход, который сделает продукт, наоборот, интереснее. То есть ты-то можешь здорово отрисовать, но как с этим потом работать – это тоже вопрос. Ну, в общем, наверное, я бы выделила какие-то такие истории. Здорово, спасибо тебе большое. Я вот, знаешь, смотрю, когда в вакансии по концепт-артистам, там вот часто говорят, нужно уметь передать динамику в изображении, передать настроение или характер персонажа по описанию. Вот такие вот вещи. А как это вообще передается? Ну вот как раз-таки через то, что я сейчас сказала, на что зритель будет обращать внимание. Есть очень много видео на различных ресурсах, программ, книг, про то, как разработать там дизайн персонажа, например, или окружение. Вот, как я и сказала, в первую очередь можно обратиться к характеру цвета, я думаю, композиции, я про это уже говорила. Вот. И язык формы, я думаю, это то, что в основном используется именно в мультипликации. Мультипликация, то есть, там, например, круглая форма, а круглый персонаж, он сразу добрый. Какой-то треугольный, значит, он там агрессивный. Есть какие-то такие, так сказать, основы, которые помогают человеку сразу понять характер того или иного персонажа, окружения, предмета. Вот, я думаю, что это такие какие-то вещи. То есть, художественное образование, оно нужно, мне кажется, больше не для того, чтобы ты там восхитительно прорисовывал какие-то вещи, а чтобы ты умел это всё применить именно на языке формы. Вот так. Мы, кстати, сейчас ещё вернёмся скоро к вопросу тому, что почитать, что посмотреть и где поучиться. Но перед этим хочу... Кость, а сколько вообще концепт-художников ты нанял? Я не знаю, ты же сейчас тоже с концепт-художниками много работаешь в новом проекте. Вообще тема, конечно, безумно интересная. У меня почему-то сейчас на текущем проекте так сложилось, что мои концептеры в основном 3D-шники. Люди, которые прекрасно могут собрать сценку очень быстро, и можно пустить дальше её в работу уже моделерам, которые полноценно сделают хай-поли-модельку. И это, на мой взгляд, не очень стандартно. Потому что, конечно, что я встречал, вот интересно будет послушать меня коллег, это когда концептеры в основном больше 2D-шники. Ну, конечно, тоже с навыками работы, понятно, и с 3D, и с шиберами. Потому что всё-таки концептер – это такой достаточно широкопрофильный специалист, который должен собрать картинку, передающий самые главные эмоции. Чем мы от него хотим? Чтобы мы видели вот эту цельную композицию, цвета. Вот то, что ты, Слав, совершенно верно описал вначале. Это человек, который может вот вау сделать. Типа вот покажите мне суперкрутую сценку. А дальше уже можно отдавать исполнителям, которые всё это отрисуют. Но как они отрисуют? Это же тоже сложная вещь. Должен быть продюсер, который выстроил пайплайн или арт-директор. Как вот получить из этой концепции какого-то там реально, не знаю, какой-то крутой мега-арт. Это всё сложно. Я сейчас пытаюсь понять, я больше нанял концепт артистов или уволил. Это традиционная моя дилемма. Но да, специалистов на рынке сейчас таких не очень много. С одной стороны. С другой стороны, огромное количество людей хочет быть концепт-артистом. И мы уже слышали, вот я не помню, по-моему, Валерия говорила об этом, что очень многие хотят там 80% или Егор быть именно концептерами по персонажам. Соответственно, действительно придётся подтвердить, к сожалению, такую точку зрения, что найти концептеров, которые любят рисовать, иконочки, построечки и всё прочее, очень-очень тяжело. И космические корабли. Все хотят делать классные батальные сцены. Огонь, пламя и персонаж-код. А так уж бывает на практике, что в наших играх не нужно рисовать бесконечное количество персонажей. У нас же всё-таки есть и левел-дизайн, и куча другого контента. Поэтому не всегда мы, к сожалению, делаем даже в инди-проектах то, что хотим. Вот, кстати, сейчас всячески в связи с текущей непростой ситуацией на рынке рекомендую смотреть на инди и присоединяться к инди-командам, потому что здесь для концепт-художников очень и очень большие перспективы в плане как прокачки скиллов, развития, так и креатива. Вот, допустим, вы работаете над конкретной мобильной игрой в хорошей студии, тогда у вас чуть меньше горизонт тех задач, которые вы выполняете. Опять-таки, как Вячеслав сказал, работаете в Blizzard, будете концепт-художником по правому треугольничку в верхнем углу экрана на макбуке. Работаете в инди-команде, будьте готовы делать всё. Поэтому, наверное, тут уж кому что нравится. Вот, кстати, в инди-командах сейчас всегда постоянно нужны концепт-художники. И если вы начинающий концепт-художник, который хочет потренироваться и, как говорил Дима, портфолио на работу, с которым уже пойти устраиваться на работу, то пишите мне, мои контакты есть в описании подкаста, и я вас порекомендую в одну из команд, где работают наши слушатели и выпускники, у нас много таких команд, и концепт-артисты всегда нужны, так что пишите, обязательно добавим вас в какую-нибудь интересную команду, где вы наработаете своё первое портфолио. Вот, может быть, если в 3D делаете, то сразу вообще, может, Костя даже вас возьмёт. Да, и 2D возьму с удовольствием, особенно 2D-шников ещё тоже, потому что сейчас мы уже выкомплектовали команду из пяти классных 3D-специалистов, и во многом потому, что вот у нас так сложилось, что есть классные 3D-шники, 3D-шники занимаются концептом, но если будут ещё и 3D-шники, то мы тоже будем очень рады. Вот, и Славе тоже можно писать не только по позиции концепт-артиста, в принципе, по самому большому разнообразному числу позиций, программиста и так далее. Вот, он очень хорошо помогает найти стажировки и работу в инди-команде, что, на мой взгляд, сейчас как никогда актуально. И давай, может, Костя, послушаем мнение инди, как раз концепт-художника, и не только концепт-художника, Валерия, наша выпускница. Лера, а вот расскажи, вот ты, как концепт-художник, и не только концепт-художник в своём проекте, чем ты занимаешься? Наверное, немножко нужно дать вводных данных про игру, чтобы было понятно, что происходит. Дело в том, что игра нарисована от руки, причём на планшете, как это иногда бывает, а действительно буквально карандашом на бумаге. Потом мы всё это сканируем и переводим в Unity. Нам было мало этой боли, и мы решили сделать игру с покадровой анимацией, то есть она даже не скелетная. Поэтому я занимаюсь сначала тем, что придумываю, как игра будет выглядеть, как будут выглядеть отдельные персонажи. И игра в целом началась с концепт-арта. Мы с мужем, с которым мы, собственно, игру вместе и делаем, каким-то суровым, холодным январским вечером придумывали, чем бы таким заняться глобальным и как бы реализовать себя в творчестве. И практически, как по волшебству, на листе бумаги возник серый, грустный, бродатый такой пёс с ушами-конвертиками, закрученным хвостом, который грустно брёл по серому карандашному уже городу и смотрел на жёлтые, холодные окна. Собственно говоря, это самая большая роль концепт-артистизма в нашем проекте. Игра и началась с концепт-арта. Дальше, собственно, я прибегала к концептированию, когда придумывала квесты для игры, придумывала расположение предметов на сцене. Я рисовала скетчи и что-то вроде комиксов. А потом важный этап это, собственно, отрисовка персонажей, их доработка и покадровая, собственно, анимация. Я ищу, сейчас, чем я занимаюсь, я ищу референсы с движениями настоящих животных. И потом, как это делали давным-давно, когда создавали покадровую анимацию, обрисовываю и привожу персонажей. Таким образом, очень тесно переплетается и работа концепта-художника, и 2D-художника, и еще немного с примесью приемов из старой мультяшной анимации. Ну что ж, мне кажется, это очень интересно и творчески. Вот с точки зрения Индии вообще, насколько ты чувствуешь, это больше творческая у тебя задача или какие-то такие прикладные и совсем не творческие? У меня стойкое ощущение, возможно, пока ошибочное, что счастливее и свободнее, как художники, никогда больше не будут. Я сейчас занимаюсь буквально тем, что мне нравится, даже когда я часами сижу и накладываю штрихи на одни и те же кадры. Мне это безумно нравится, я бы, честно говоря, только этим занималась, очень классно сидеть с утра и до вечера быть перемазанной карандашом, натачивать, сдувать с рук очистки и смотреть потом, что в итоге какая магия получилась. Мне кажется, что это чистое творчество и, возможно, как раз именно инди-команда на начальном этапе, а это наша первая игра, может себе это все позволить. У инди, мне кажется, вообще выбора нет. Приходится просто наслаждаться сквозь боль своей работы и любить все, что ты делаешь, потому что как бы это же твое. Факт. Ой, да. Ну что, давайте тогда немного творчества к части профессии и уже бизнеса. И вот, Егор, хотелось бы спросить у тебя как человека, который нанимает. А вот когда тебе приходит человек на собеседование, какие вопросы задаешь и на что в первую очередь смотришь? Ну, тут не только про найм, но и про, скажем так, организацию работы подобных специалистов тоже нужно думать. Потому что как раз на этапе найма проверяется, будет ли человек подходить под все те задачи, которые есть на проекте. И тут все подобные задачи невозможно в резюме закрыть, посмотрев резюме человека и даже портфолио. И поэтому приходится заниматься гаданием на скиллах специалиста. Если позиция достаточно линейная, концепт художника не может быть линейным, но функционал концепта художника в линейном художнике безусловно присутствует в генералисте. Мы можем ожидать, что ему придется такие задачи выполнять. И тут, как уже много раз говорили, насмотренность, вкус, ощущение от работ. Здесь даже не столько техника, сколько ощущение. Это достаточно близок концепт художника к иллюстратору на самом деле. Потому что что в случае с концепт художником, что в случае с иллюстратором, одна из центровых задач это ухватить какое-то ощущение, чтобы понятное художнику ощущение было транслировано через его творчество работу и могло считаться зрителям. В нашем случае зрителями становятся, или потребителями труда концепт художника становятся не конечные пользователи, не игроки, а другие участники команды. Соответственно, они должны почувствовать характер этого персонажа не по формальным признакам, что вот у него есть меч, значит, он воин. вот у него какая-то одежда специфическая, значит, он может быть богатый воин, может быть, у него ранг высокий есть. Это все через логику идет и в принципе может быть сделано кем угодно по формальным признакам, но вот ощущение конкретного персонажа с теми же самыми деталями, мечом, допустим, какой-то дорогой броней, концепт художник передаст гораздо лучше, потому что он, ну, это ощущение сам переживет, поэтому я считаю, что для концепта художников эмоциональный интеллект достаточно важная характеристика. Я сейчас про софт-скиллы понимаю, что все скажут, ну, конечно, рисовать должен, ну, конечно, он там цвет должен, понимать, но перспективу там, ну, меньше, наверное, все-таки концептиру, там, композицию должен понимать, вот какие-то вот эти вот базовые вещи все поперечисляют, но концепт художник соберется только если он, ну, понимает, чувствует свои эмоции, свои ощущения и может их транслировать в работу. Если он может это сделать, то следующий участник пайплайна разработки поймет, что, сможет считать это ощущение и как бы продолжит. Откуда возьмется это ощущение у концепт-художника? Из вижена проекта. То есть все же должно быть подчинено как бы единой цели, потому что посадим мы трех концепт-художников, каждый из них очень эмоциональный и талантливый и вообще творческий. в этот момент не расскажем им про что игра и каждый нарисует в свою сторону одного и того же персонажа. Мы не соблюдем фокус всего проекта и конечный пользователь не сможет оценить какие хорошие были концепты в игре, как они хорошо подходили всему сеттингу, как замечательно поддерживали нарратив. Все это будет не значимо, если у концепт-художника не было достаточно грамотных вводных, если не менеджерился фокус проекта. В инди-студиях этот фокус проекта менеджерится при помощи энтузиазма. Все люди коммуницируют, все люди горят, все дадут идеи, постоянно в ней варятся и только так можно хороший инди-проект зарелизить. Как по-моему это Николай Дубовский еще говорил, или еще даже Кранк Кузьмин, что проект это не дорога, это перепрыгивание пропасти. Пропасть нельзя перепрыгнуть по кусочкам, ее нужно прыгать разом. Вот инди-проект это перепрыгивание пропасти, и там синхронизация достигается за счет вовлеченности людей. Значит, в коммерческом проекте менеджеры мотивируют, строят планы, показывают графики, в которые должны укладываться концерт-художники. То есть здесь уже творческая составляющая должна сойтись с ремесленной. И тут я, конечно же, смотрю на адекватность просто. Гениальный, замечательный художник, которым ты не можешь управлять, может быть, создаст феерический какой-то экспириенс в процессе разработки инди-проекта, и, возможно, тот самый фунт изюма добавит в продукт, да, но в проекте коммерческом может стать белой вороной, которая будет вставлять палки в колеса всем процессам разработки, потому что он же гениальный художник, а у нас здесь, понимаешь, дедлайны, спринты, коэффициенты увлеченности и всякие вот эти скучные менеджерские слова. То есть здесь всегда есть баланс. все равно, как я уже говорил, чистых концепт художников не нанимаются, я всегда проверяю, просто возможно ли применение конкретно вот этого специалиста как концептера на каком-то этапе разработки. Он может ли. После может ли еще нужно понимать хочет ли, да, потому что отправлять людей делать какие-то работы, которые они в общем-то не очень заинтересованы, может быть, не видят в этом своей реализации какой-то стратегической задачи. Пришел персонажник, ты его посадил рисовать иконки. Он нарисовал 10 иконок, в принципе, теперь эти иконки устраивают, но человек получил какую-то моральную травму за это время. Тебе его как-то надо реабилитировать, дать ему порисовать персонажа, например, что он любит. Они очень нежные и это хорошо с одной стороны, потому что ты понимаешь как с ними коммуницировать продуктивно. Это несложно с ранимыми людьми работать, нужно просто знать подходы. С одной стороны, регламентированная на самом деле среда. Здесь можно создать комфортную атмосферу и без сильно большого труда, просто будучи человеком вежливым и уважительно относясь к людям, ты без проблем выполнишь 90% пожеланий художников к комфорту от общения на рабочем месте. Вернемся к моменту найма и давайте порезюмируем. То есть помимо скиллов насмотренности и всего, о чем мы говорили, конечно же смотрится на эмоциональную компетентность человека и на его софт-скиллы, которые говорят о том, что он работником, а не будет художником. То есть у него достаточно ремесленной стороны, ремесленной части сотрудники. Он не только творческий полет в чистом виде может из себя выдавать. Но, как я уже говорил, концептер 30% в лучшем случае от художника. Решение чаще всего принимается по принципу может ли человек выполнить какую-то прям совсем функциональную работу. Уже финально сделать кусок интерфейса, финально сделать кусок локации. То, что он прекрасно справляется с концептированием и придумыванием подобного типа материалов, это скорее бонус. Для всех художников будет полезно знать, что их резюме без портфолио вообще никто не смотрит, а портфолио людей смотрится ровно 3 секунды. Типа не ровно даже, а до 3 секунд. Поток художников бывает такой плотный, такой большой, по 200, по 300 откликов на вакансию художественную. И то, в какой последовательности у вас расположены работы в портфолио, есть ли там совсем плохие, которые могут перечеркнуть все впечатление о вас, это очень принципиально важно, потому что на собеседование доходят только люди, которые прошли через вот этот этап трехсекундной от браковки. Как бы это не цинично звучало, но у HR действительно у рекрутера есть очень короткий промежуток времени, чтобы принять решение о том, есть здесь хоть сколько-то вкуса в работах или нету. И если у вас в портфолио есть что-то старое, стадик какой-то из спленера принесли, сфотографировали что-то кривенькое в листочке в клеточку нарисованное, даже если все остальные работы прекрасные, это одна может быть той, которая повлияет на решение рекрутера, а они все не художники, все рекрутеры это люди, которым арт-директоры, другие художники, продюсеры объясняют, кого они ищут. И вот у них вот есть эти три секунда и они такие что-то тут кривенькое, они не будут разбираться, они выключат, закроют страницу с портфолио и просто кандидат дальше не пойдет. Тут даже вопрос не в собеседовании, вопрос в отборе на предыдущем еще уровне воронки, так сказать, входя в все кандидаты. Хорошо. А давай вот про эту воронку как раз поговорим. Вот, например, кандидат в концепт-артисты, он подал резюме, оно тебе понравилось, он пришел к тебе на собеседование, поговорил с ним, он ответил все так, как ты и ждешь, как ты сейчас описывал. А дальше, как ты принимаешь решение, брать его на работу или не брать? Будешь давать тестовое задание? Не будешь. Если будешь, то какое? Ну, для каждой позиции все уникально. Есть позиции, которые стартовые, начинающие, джуновые или медловые, где по портфолио более чем достаточной информации, чтобы принять решение. И вообще собеседование с художниками одни из самых коротких. 15 минут познакомиться, узнать, что человек в коммуникации адекватный, посмотреть ему в глаза какой-то базовый тест на шизофрении. Я не знаю. То есть ты просто понимаешь, что ты можешь продуктивно коммуницировать с человеком и при этом не испытываешь какого-то дискомфорта. Он не начинает жаловаться со второй секунды собеседования на что-нибудь. Он не токсичит, не как бы не дает тебе повода заподозрить его в какой-нибудь ментальном расстройстве. 15 минут ты узнаешь о том, куда человек стремится, с чем сталкивался, какие технологии знал, работал, умеет. Все, больше тебе в общем-то ничего не нужно. Дальше задача в общем-то понравится художнику. На самом деле даже при том, что рынок сейчас это рынок работодателя и кандидатов в художники вообще всегда было больше, по всем остальным направлениям в геймдеве. Но действительно хорошие кандидаты имеют до сих пор право на выбор того места, где они будут работать. И если в ситуации ты не просто закрываешь позицию, ну мне нужен какой-то художник, который будет еще три месяца на этом проекте рисовать иконки, потом он будет рисовать иконки на следующем проекте, там где-нибудь мы его чуть-чуть там поднакачаем, подкачаем, он начнет какие-то маленькие элементы интерфейсов рисовать или может быть пойдет в предметочку. Там сам решит, да? Если это не такой утилитарный момент, а вот прям ты ищешь сеньора или леда, арт-директора, это всегда еще и рекламирование себя для хорошего кандидата. И даже чаще это общение на тему, как мы хорошо друг к другу подходим чисто личностно, потому что только что же мы посмотрели портфолио, и скорее всего у крупного серьезного художника работ много, чтобы понять вообще, что он может, чего он не может, и здесь в интервью ты не проверяешь способностей художника, ты его адекватность человеческую проверяешь, потому что, к сожалению, талант зачастую сопутствует с людьми. Да уж, бывает, конечно, такое, но, наверное, лучше, чтобы сотрудник был адекватен. Лучше, лучше, конечно, потому что у нас же командная работа. Если ты берешь человека на какую-то проектную задачу, в которой он не будет коммуницировать с другими, сделать, наверное, кстати, я предполагаю, что возможно такое, чтобы концепт-художники подключались практически как аутсорсеры, как фрилансеры, и делали концептуальную работу от себя, ты даже не особо ее фидбэчишь, это вот видение одного конкретного художника на тему твоего проекта. Тут важно, что человек будет свой собственный стиль выражать, он придется со своим собственным стилем и будет его показывать. Чаще всего хорошо художник работает в парочке, может быть, в трех максимум стилистиках, направлениях, и то, что ты из области гениальности надо проходить медосвидетельствование. Если со всеми гениями, нужно обязательно быть очень аккуратным. И скорее всего будет хорошо работать в каком-то одном направлении. У нас были, например, проекты в компании, которые были сделаны потому, что есть художник, который работает в своем уникальном, каком-то безумном, прикольном стиле, и этот стиль именно был взят вообще просто как главный поинт, почему проект будем делать, он будет настолько прикольный и крышесносный, что людям понравится визуально. Вот этот айкенти, который мы представляем, это была главная фича продукта. Тогда берем конкретного художника, который умеет конкретно вот эту стилистику, его ставим на это место проектно, он все делает, мы берем его работу и уже линейными художниками дорабатываем до того, чтобы она в проекте себя хорошо чувствовала. Такое тоже возможно, поэтому можно приходить к каким-то художникам, которые круто на арт-стейшене нашел, увидел, и говоришь, слушай, очень нравится твоя конкретная стилистика, мне вот в ней нужен какой-то гиперказуальный проект. Прикольно. У нас, кстати, да, сегодня с нами и Валерия, который тоже проект, по гипербам, он тоже зависит, ну, как раз стал таким, потому что ты рисуешь Леру от руки к рандашу, да? Да, есть такой момент, без этого, собственно, мы бы и не начали. То есть, да, это уже два случая, когда проект идет как раз от концепт-художника, и кто рисует. Хорошо, Егор, я понимаю, ну, то есть, вы тестовые задания даже обычно не даете, если видите нужное, ну, то, что вам нужно. Да, обычно только на очень джуновые позиции стоит давать тестовые задания, или если тебе от художника нужно вот конкретное умение сделать, я не знаю, вот, например, в интерактивной истории фотобашить одежду на куклы-персонажи, такая вот очень узкая утилитарная задача, и тебе нужно проверить, как хорошо человек справляется, берешь там 10, 20, 50 кандидатов, которые готовы выполнить это тестовое задание, и там один самый хорошо фотобашущий одежду найдется для тебя, потому что вот ровно эта работа его ждет в ближайшие полтора года. Понятно. Тогда да. Понятно. А, Валентина, расскажи, а у вас в компании, вот, если вам, ну, провели собеседование, с концепту-артистом, даете ли какое-то тестовое задание потом? Периодически дается, но я бы, наверное, отметила самое главное, что, ну, я думаю, уже было сказано вот коллегами, это то, что нужно обратить внимание на то, как человек будет вести себя в коммуникации с командой, потому что, ну, бывали такие случаи, когда более здорово получается, когда приглашаемый художник, специалист там, либо еще джуниор, что он действительно заинтересован в том, чтобы делать проект. То есть, он может не уметь делать какие-то вещи, но ты понимаешь, что человек готов развиваться, что он способен ну, предложить какие-то вещи, которые помогут только улучшить проект, он сам хочет улучшить свои навыки, и в такие моменты даже удобнее и, наверное, целесообразнее, что ты можешь каким-то вещам человека научить, но при этом ты понимаешь, что он будет только за то, чтобы получился офигенный и действительно крутой результат. То есть, ну, бывали такие случаи, и я сама тоже, у меня был такой момент, когда вот я приходила на студию, как прям супер-джуниор, не на эту, на другую, и мне было интересно как раз-таки поработать, посмотреть на то, как все происходит, я могла действительно помочь ну, своими навыками там и 2D, и 3D, и, ну, вот работодателю это было более интересно, что человеку хочется работать, ну, это прям тоже необходимо. Ну, что ж, понятно, то есть, в целом тестовое задание именно на профессию концепт-артисты, это получается нечастая вещь, но оно тоже бывает. Давайте теперь поговорим, ну, самое такое, вот если те, кто нас слушает, они только начинают свой путь в игровую индустрию, они хотят попасть на профессию, ну, начать профессию с того, что стать концепт-артистом либо в инди-студии, либо в игровой компании. по зарплатам в целом я вот так смотрю, джуниор, концепт-артисты, они обычно, ну, пишут, если брать зарплатный опрос, то там где-то около тысячи долларов. Ну, по внутренним ощущениям как раз оно тоже так и есть, вспоминая там, ну, джуниоров, начинающих художников как раз там от сорока, наверное, до семидесяти тысяч, плюс-минус, у начинающего, ну, и дальше уже растешь там, когда миддл, сеньор, там, это полторы, там, две-три тысячи долларов зарплаты. Это, в принципе, нормально. Но это вот по моим внутренним ощущениям и по зарплатному опросу. А кто, ну, вот, Егор, может быть, ты мог бы поделиться, какие вообще зарплаты обычно у концепт-художников? Ну, я еще раз вынужден повторить, что прям концепт-художник это такой, вот прям концепт-чистый художник это очень редкий кадр, вряд ли вы его такой встретите или будете когда-то нанимать или, ну, в общем, в среднестатистической коммерческой разработке вы с ней столкнетесь. Ну, давайте, давайте скажем так, что человек, который много будет заниматься концепт-артом, но и другими задачами и при этом начинающий. Вот, какие там можно ожидать зарплата? Вот, если человек начинающий, то к нему применяется зарплата начинающая. А какая, какая это? И не важно, будет ли он там концептор начинающий или начинающий. Ну, обычно сетка это джун-миддл-сеньор. и не хочется сейчас вот прям как-то так пальцем в небо тыкать и говорить, что там джуновые зарплаты для художников, они маленькие, но ты прав, там, что у нас сейчас стоит тысяча долларов, около 60 тысяч рублей, да? Вот это зарплата джуниор. Соответственно, если мы говорим про концепты, это скорее уже какой-то миддл-уровень художник. Вот. А там где-то от ста, наверное, вот так вот. Так, может быть, где-то около на Западе тоже около полуто, тысяча-тирой полуто. Ну, нормально. Дим, а у тебя как? Ну, я бы немножко про другое, наверное, сказал. Дело даже, наверное, не в том, как у меня, а как вообще я вижу, коллег складывается с концепт-артистами. У меня складывается впечатление, что концепт-артист это на самом деле достаточно высокооплачиваемая работа, просто потому, что, когда не требуется инди, это значит, инди-разработчики решили, наконец, взяться за основной стиль проекта и решить, как же все-таки их игра будет выглядеть. И я просто вижу, как мои знакомые и за границей ищут концепт художников, просто чтобы он нарисовал им 10 офигительных артов, которые уже станут такой инструкцией для всех художников в студии. И я слышал совершенно невероятные деньги. Там люди получают за час, и 400 долларов, я слышал. ну ладно, 400 долларов за час. я такое слышал, да, но когда у тебя действительно задача нарисовать там какой-нибудь твой главный арт на обложку или все-таки понять, как же наш самый главный герой будет выглядеть, ты готов за такое заплатить, и я это понимаю, и я это поддерживаю. Потому что это самое важное, это та одежка, которую твою игру будут встречать. Это уж все-таки ладно, маркетинговый арт не концепт артист рисует уж, Слушай, мы говорим про Индии, мы все, у нас кто чем занимается, это такой темный лес. Если тут платят 400 долларов в час, я что-то это, не очень понимаю, зачем я геймдизайном занимаюсь. Срочно по концепту. Пора нам переучиваться. Какой-то известный художник именно для ке-арта игры. Давай уж ладно, концепт арта именно персонажа возьмем. Сколько может стоить такой человек? Ну, опять же, мне кажется, что если он понадобился в Индии студии, он может стоить достаточно дорого. То есть это может быть человек, который... Я не слышал, чтобы кого-то брали прямо на постоянную оплату, но условно 15-20 в день рабочий он вполне может зарабатывать. Рублей. Да. Рублей. Скажи рублей, чтобы там не было каких-то... Ну, ладно, это опытные, это синиеры, это крутые совсем. Когда ты становишься совсем крутым, да, там можно очень много, конечно, зарабатывать. И арт-директора там по 600-700 тысяч бывает получают и так далее. А давай возьмем, надеюсь, начинающий художник, который в том числе и выполняет функции концепт-артиста. Вот это на примере твоем это какие зарплаты обычно? Ну, тут важно заметить, что вообще художники это самый частый товар на рынке. Он так и есть. Когда ты вывешиваешь локацию, причем часто даже вообще не связанную с изобразительным искусством, обязательно пишет там процентов 20 художников, которые говорят, мы рисуем, они шлют свои работы, мы хотим для вас что-нибудь порисовать. Поэтому, к сожалению, наверное, у художников самые низкие вообще в ЕМДе зарплаты. Опять же, мы говорим про начальный уровень. Это вот художники и геймдизайнеры, потому что все хотят придумывать что-то и все любят рисовать. Поэтому оно может и от 40-50 тысяч рублей действительно начинаться. Ну, это же немало. Почему же вы все говорите, что 40-50? Ой, это же немало. Это хорошая зарплата. Да, думаешь? Особенно для регионов. Для регионов, да. Да, это не знаю, это выше, чем средняя зарплата во многих регионах просто. Вот. Это хорошая идея. Слушайте, у меня планка, наверное, действительно, она московская, и с другой стороны, действительно, у нас проект про красоту, поэтому, наверное, таких не рассматриваем. Понятно, что есть люди и бесплатно. То есть, были люди, которые говорят, дайте мы вам бесплатно порисуем. Но это, наверное, просто ниже некой планки, начиная с которой мы вообще не рассматриваем. но у вас просто нет начинающих, да, в команде у вас сразу миддл и сеньер, да, которые уже 100 и выше зарабатывают. Да, понятно. то есть, да, когда ты миддл, когда ты сеньер, там 100-200 тысяч, это нормальные зарплаты, которые можно получать. Это как раз есть к чему стремиться, но мне кажется, начинать там с 50 или с 60 тысяч это очень хороший. Нет, и начинать, это отлично. Это, это да, это здорово, и это классно. А давай вот, ну, если человек хочет начинать сейчас, вот, Валентина, а может ты расскажешь, а вот как бы, вот если мы представим, вот сейчас у тебя еще нет того опыта, который есть сейчас, ты еще не прошла тот путь, который ты уже прошла. Как бы ты сейчас начинала свой путь в профессию, чтобы в том числе заниматься концептом артов? Ну, наверное, в первую очередь я бы, как уже говорили раньше, подготовила портфолио, вот, и отнеслась к этому довольно ответственно. А как бы ты его готовила? Возможно, я бы, ну, либо развивала какие-то свои идеи, которые у меня есть, там, оригинальные персонажи, например, и вот, наверное, больше бы смотрела артбуки уже существующих произведений, пыталась как-то что-то вот в дизайнерском плане свои вот наработки повторить, вот, и готовилась бы, ну, то, что мы уже обсуждали, это изучала там композицию, цвет и вот прочее, но, конечно, портфолио в первую очередь, вот, но в дальнейшем, мне кажется, одно из тоже качеств, которые нужно, это решительность, то есть, если, если человек, как джуниор-художник, хочет действительно найти какую-то студию, там, поработать, то не нужно бояться, нужно прям писать, присылать свои наработки, что там в нескольких местах откажут, но где-то тебя пригласят на стажировку, ты сможешь познакомиться с кем-то еще, найти новые места, то есть, не нужно бояться того, чтобы написать там в другие студии, к этому нужно относиться, ну, спокойно, вот, то есть, этим нужно прям заняться, потому что тебе никто не постучит, скорее всего, когда ты джуниор-художник, ну, если нет какого-то, ну, действительно уникального видения, там, каких-то необычных работ, вот, нужно самому стремиться, вот, ну, каким-то вещам уже, как я и говорила, можно научиться прям там на студии. Хорошо. А, вот ты вот говорила, книг очень много есть, которые почитать, что-то посмотреть, а можешь порекомендовать, вот, если бы ты сейчас только начинала сама, вот какую бы книгу ты первой начала читать, что бы первым начала смотреть? Ух, ну, с книгами это вообще отдельная история, потому что, как мне кажется, вот, допустим, есть книга, как создать концепт-арт условно, или там, написать сценарий, и половина этой книги про то, как вот режиссер, художник, он столкнулся с какими проблемами и как он, собственно, создал произведение, но прям прямых ответов, как тебе стать концепт-художником, их не будет, вот, и я бы подходила комплексно к изучению анатомии, анатомия это, ну, вот, бамес, его, кстати, лучше не читать, а именно смотреть, вот, его клёво разбирает Александр Рыжкин, преподаватель Академии Строгнова, у него есть там свой канал, и прям всё понятно, всё здорово. Про перспективу конкретных книг не назову, вот есть одна зарубежная, она называется Framed Perspective, но, я думаю, их очень много, и они в основном связаны именно с комиксной историей, это нужно не для того, чтобы прям, там, круто отрисовывать город, а больше развивать какое-то пространственное мышление, а, кстати, у бамеса ещё клёвая анатомия для животных, то есть там прям очень необычные атласы, животные — это вообще отдельная тема, и специалистов по рисованию, там, создания животных, их меньше, чем гуманоидных каких-то персонажей, вот. Недавно тоже находила интересную книгу, она больше как визуальное исследование про язык тела, какие позы и жесты в искусстве существуют, то есть больше смотреть на готовые там произведения художников различных эпох, тоже из этого, и разбор, самый главный разбор там по композиции, это можно много взять отличных референсов и это уже воплощать в своих работах. Вот, ну а так, как я уже говорила артбуки любимых произведений, мой, наверное, любимый артбук это «По ту сторону изгороди», там клёво показано, как на небольших, ну как велась разработка проекта и там есть такие небольшие стикеры, в которых, собственно, и рождался облик персонажа, это очень, ну здорово расглядывать какие-то такие скетчевые вещи бытовые, вот. То есть есть какое-то любимое там произведение, как фильм, либо сериал, либо игра, обязательно можно найти какой-то артбук и посмотреть, как художники там решали непосредственно задачи, связанные с проектом. больше смотреть кино и читать комиксы, то есть не нужно упираться именно в текст книг, нужна именно насмотренность, то есть одно из самых ценных качеств, которые могут быть у художника, это то, что он может быстро и прям чётко и в тему подобрать референсы произведений, которые уже были созданы и на основе этих произведений их как-то переосмыслить, собрать в единую картину и создать из этого что-то новое, то есть прям зачитываться книгами и историями успеха, ну, можно, но не нужно. Хорошо, ну, в принципе, понятно, да, что бы, а вот, Егор, а ты бы как начинал, вот если вот ты вот сейчас был вот, начинай, вот ещё бы ничего не было того, что есть сейчас, и ты бы вот хотел начать свой путь именно вот в сторону художника концепт арты делать. Ну, то есть какое-то прикладное для себя освоил, какую-то прикладную часть артовой профессии, да, и легче, лучше бы это была какая-то не самая гиперпопулярная среди всех вещь, ну, например, интерфейс, что-нибудь скучное и на что никто не, за что никто не берётся, потому что тогда я сразу на рынке стану более интересным кандидатом. Вот, а всё свободное время уделял бы изучению языка выразительного, того, что делают художники и как, какими средствами они доносят ощущения. у меня есть какая-то практическая утилитарная там ботинки шить умеют рисовать ботинки умеют. Теперь во все игры умею рисовать ботинки. Хорошо, замечательно, меня берут во всех играх рисую иконки ботинки, всех RPG-шках, такой вот специальный художник. Всё, теперь я не пропаду, у меня нет необходимости сражаться за выживание. Вторая часть моей подготовительной деятельности, конечно, посвящена развитию вкуса, пониманию выразительного языка, знакомству с мировой художественной культурой, с разбору самых популярных и активных каких-то очень успешных продуктов. Они популярны и успешны не просто потому, что маркетинг их такими сделал, конечно, у них все составляющие достаточно высокого уровня, значит, и арт-дирекшн на конце. Арт в этих продуктах был достойный. И здесь только личный интерес, только работа на получение как можно большего количества опыта без того, чтобы заниматься конкретной деятельности. Потому что первые задачи конкретной деятельности, которые у вас будут, если даже вы найдете себе место в концепт художника, они будут крайне примитивными. Потому что первые концепты это будут не концепты главных героев, не концепты каких-то там городов или центральных локаций. Это будут концепты, по которым 3D-шник замоделит ботинки. Ну, в общем-то, да. Да, к этому нужно быть готовым. Вот, а со второй стороной, вот этой творческой, я бы советовал участвовать во всяких челленджах, может быть, стадиках, где предлагают на какую-то абстрактную творческую тему быстро, резко создать арт. Карандашный, простенький, какой-то скетчевый, но в большом количестве. уже правило 10 тысяч часов начинает работать. И вот сколько получается, ну, там 20 инктоберов пройдете и вот уже какие-то концепт способности точно начнут проглядываться. Супер, спасибо. Дим, а ты бы с чего начинал? Ну, вот, если бы ты только начинал свой путь в GameDev и как раз хотел бы связать свою профессию с художественным творчеством, с концептом артом, то с чего бы начал? На самом деле, мне кажется, что лучшая учеба это все-таки работа и можно сидеть годами учить. Ну, то есть какое-то обучение нужно пройти, но я бы советовал максимально быстро идти в студию проситься хоть бесплатно, хоть самому доплачивать, чтобы что-нибудь поделать для реального проекта. У нас, вообще была идея, может быть, брать к нам стажеров, которые будут нам платить наоборот стажеры, потому что лучший опыт нужно придумать. А вот как это сделать, наверное, стоит взять, найти какую-то студию, пусть даже ты в нее не пойдешь, но вот сказать, что я хочу вот в эту студию работать, идти, понять их визуальный стиль и попробовать сделать в их стиле пять работ вот как будто прямо для них. и получишь у тебя достаточно цельное портфолио какое-то, ты пока его делаешь, тебе набьешь руку, потому что часто люди меня спрашивают, а что делать, хочу вот рисовать вот для этой студии, а я говорю, так начни, нарисуй уже что-нибудь для этой студии, и пока ты это делаешь, ты научишься, и может быть, даже себе сделаешь портфолио, чтобы туда пойти работать. Ну и я напомню, что если вы хотите в инди-команде постажироваться и даже бесплатно, то можете писать мне по моим контактам, и я вас познакомлю с руководителями команд, которые у нас сейчас, наши слушатели выпускников, делают свои игры, может быть, в одну из них вы и пойдете. Да, ну что ж, здорово, на самом деле практика это всегда отлично, но практика отличная, и поучиться тоже отлично, если вы хотите именно связать свою жизнь с геймдизайном или менеджментом, то, конечно, приходите к нам на обучение менеджмент игровых проектов, которые начинаются в ноябре, и оно как раз практикоориентированное, там и игру свою сделаете, и всю теоретическую часть получите, и самое главное контакты и связи получите, которые нужны, чтобы дальше развиваться. Вот, ну и дальше уже либо на работу, либо вот как Валерия делать свою игру, надеюсь, скоро она выйдет, и уже можно будет скоро в демку поиграть, так что вот тоже подписывайтесь на игру PaperBump, она в описании подкаста есть. Ну, Лер, тебя не буду спрашивать, наверное, как бы ты начинала, потому что ты как раз и начала делать свою игру. Да, пока выводы делать рано, начало только положено. Да, 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 ну, это здорово и классно. Кость, как думаешь, что-нибудь еще сегодня есть обсудить про профессию и концепт-художник? Я думаю, нужно только пожелать больших успехов всем, кто хочет стать концепт-художником и не бояться тратить много-много времени на то, чтобы рисовать. Что касается арта, на мой взгляд, здесь ни в какой сфере много различных гайдов на ютубе, бесплатных курсов, то есть пройти какие-то такие вот небольшие обучающие программки очень круто и вы можете понять, не тратя деньги, вообще ваше это или не ваше, нравится оно или нет. Поэтому надо этим пользоваться, раз такая возможность есть. Ну что ж, тогда на этом мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск, посвященный профессии концепта-артиста. Как вы видели, это достаточно многогранная профессия и можно было бы назвать наш выпуск концепт-артистов не существует, как любят иногда называть разные выступления про разные профессии, но тем не менее нет, они есть и это классная здоровская профессия, из которой можно развиваться дальше и в Art Direction и в различные другие направления, вот, а иногда из Art, а иногда даже целые игры создаются как раз отталкиваясь в первую очередь от видения вот как раз концепт-художников и их наличия в компании, и многие игры, кстати, да, и продюсеры иногда игр даже они выходят как раз из художественной творческой части, в том числе те, кто делал концепт-арты. Это здорово, это классно, это творчество, это концентрация творчества, именно художественная часть, так что если вы хотите творить, создавать классные игры, то хотите в GameDev, попадайте в GameDev, приходите к нам на обучение обязательно, чтобы это попадание прошло эффективнее, успешнее и быстрее, и до новых встреч в следующих выпусках, спасибо большое нашим гостям, что раскрыли эту тему, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, и до встречи через три недели, всем пока! Пока!